Построили еще при царе горохи. Так о своем доме шутит пенсионер Леонид Бабенко с улицы 1-я Сибирская. Хотя для юмора поводов маловато. Недавно в комнате осыпался потолок. Никого не убило лишь чудом. Дом только с виду крепкий. На деле гнилушка. То стена даст трещину, то пол подозрительно заскрипит. Леонид Николаевич, как и три его соседа, постройка-то многоквартирная, дом этот 15 лет назад покупали с умыслом, что его расселят. Центр города обещали за землю «Золотые горы». В 2005 году у нас собрали заявление с этого района, некрасифицированного, от чего бы мы не отказались, если бы нас выселили отсюда. Я запросил однокомнатную квартиру в районе госпиталя. Дом приходил в негодность, ветхая все-таки сыпалась. Так временами ремонтировал, насколько пенсия позволяла. Поскольку уже ушел по старости на пенсию, получал пособие по инвалидности. Не срослось. После кризиса предложений не поступало. Невыгодных никаких. Дом рассыпается на глазах. Соседи сбежали. Инвалиду Бабенко некуда. Ну, конечно, кошмар. Если у кого это случится, я бы не пожелал никому. Потому что доски-то толстые, они вон во дворе лежат. Отгнились к краю, с торца этих досок и вывалились со своего гнезда. Они были в вкладку защемлены песком. Вот там сверху этот песок. Дыра в потолке останется здесь надолго. Пенсионеру негде взять денег на ремонт. Администрация помочь не может. Дом в частных руках значит бремя по его содержанию на плечах собственников. Мне все отказали. Мне сказали, что это частная собственность. Я говорю, ну а человеческий фактор где? Ну, частный. Ну, он же инвалид первой группы. У него такое состояние. Он не ремонтирует. У него пенсия маленькая. А у нас, говорит, у всех маленькие пенсии. Вот так мне сказали. Ну, хотя бы волонтеров. Ну, я не знаю. Ну, какая-то помощь должна быть. Ну, материальная должна быть помощь. Если уж не переселить, то хоть отремонтируй. Так, чтобы крыша не валилась. Она не сегодня-завтра свалится. Сегодня лег, завтра может и не встать. Придавить его. У Леонида Николаевича рак. Первая группа инвалидности. Нервничать нельзя. Но как тут не нервничать? Помощи особенно ждать неоткуда. От управления соцзащитой получает компенсацию на оплату света и газа. Но это чуть больше 200 рублей. В мэрии нам ответили. Предложить могут социального работника. Достаточно прийти и написать заявление. Если ему трудно уже жить самостоятельно в этом доме, он также может написать заявление для того, чтобы его определили на какое-то постоянное стационарное учреждение. Для этого он должен пройти будет медицинское обследование. И в зависимости от его результатов, ну, я имею в виду, если у него нет никаких социально опасных заболеваний, таких как туберкулез или еще какие-нибудь, значит, он из перечня тех учреждений, которые имеются в подведомстве Департамента социальной защиты, выберет то, где он сможет дальнейшую свою жизнь продолжить. В соцзащите инвалиду готовы помочь и материально, частично компенсировав затраты на восстановление крыши, но с одним условием. Сумма не должна превышать размера двух прожиточных минимумов. А это около 20 тысяч. Остальное сам. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова